Вы знаете, раскол в обществе, конечно, будет еще некоторое время. Объясню почему. На мой взгляд, пока что нет реальной стабильности. И пока мы жили, а мы, как ни странно, живем в России и зависим от валюты, и, на мой взгляд, это очень странно. И это очень странно вообще для огромной страны, которая считает себя великой, зависеть от валюты других стран. Но пока это так, это данность, и с этим надо как-то жить. Мы все живем. Раскол в обществе будет, потому что часть людей очень агрессивно настроены. Часть людей нетерпимы. Мне кажется, самая большая проблема нашей страны, самая серьезная проблема, это нетерпимость людей, непринятие другой страны, непринятие непохожего на себя человека. И мне кажется, из-за этого начинаются все проблемы. Я думаю, что любой человек имеет право высказывать свою точку зрения. Мне бы очень хотелось бы жить в стране, где человек высказывает свою точку зрения, и его выслушивают, ну и хотя бы не гнетут, не угнетают. Потому что все, что не похоже на... Все, что отличается от масс, всегда принижается, всегда угнетается, либо возвышают. Тут два варианта. И если человек хоть как-то похож на всех остальных или говорит похожими словами, то его, конечно, принимают, его холят, лелеют и говорят, что он наш, он хороший и так далее. Как только человек высказывает свою точку зрения, и она не похожа, и она отличается от политики, скажем так, основной политики страны, конечно, он подвергается оскорблениям, унижениям, и все сразу забывают про его заслуги. А он всего лишь сказал свою точку зрения и не навязывал ее никому. Так вот, что нам делать? Нам, в первую очередь, надо быть терпимыми. Нам нужно быть патриотичными, но не разбивать себе кулаки об свою грудь и кулаки об стены. Интеллигентно, образованно, культурно, если можно так сказать, любить свою родину и любить ее так, чтобы она развивалась, а чтобы она не чтобы она стояла на месте. К сожалению, очень многие путают застой со стабильностью. И вот так я живу, вот моя скамейка, вот моя комнатка, мне этого достаточно, мне больше ничего не надо. Есть люди, которые хотят больше, и они имеют на это полное право. Они хотят большие окна в квартире, они хотят белые стены, они хотят чистый воздух. И если это как-то не совпадает с мнением других людей, то здесь, наверное, не стоит нападать и не стоит за это человека принижать, унижать, оскорблять тем более. Это право человека высказываться. Я не вижу никакой проблем, что общество разделилось на, понятное дело, что не могли все иметь одну точку зрения, что все либо там против, либо за. Нормальная ситуация в любой цивилизованной стране, общество делится 30 на 70, 50 на 50, 20 на 80, все в зависимости от образованности, все в зависимости от начитанности, от желания знать правду и так далее и тому подобное. Соответственно, это будет длиться еще какое-то время, пока масло не будут подливать в огонь. Но я надеюсь, что все вышеперечисленные люди, все люди, которые имели свое мнение и сейчас, в общем-то, являются как бы оппозицией, я надеюсь, что все остальные, кто оскорбляют их, обижают и, в общем-то, говорят, что их нужно выселить из страны, что они там гниды и так далее и тому подобное, поймут, что это такие же люди, которые имеют право говорить то, что они думают, и имеют право жить так, как они хотят, со своими доводами, со своими мыслями и со своим желанием. И эти споры будут вечно, но вторая половина должна принять, что не все идут под дудочку. Кто-то хочет слушать саксофон.